Итак, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Я сегодня в таком неожиданном месте. Был на шаббат в Жуковка. Жуковка это еврейский культурный центр, религиозно-культурный центр. И после шаббата остался здесь вот помолиться. И как раз урокал. У меня даже нету подставки под телефон. Так что буду держать. Хорошо. Всем доброе утро. Яков Шатанин смотрит. Молодец, Яков Шатанин. Все. Доброе утро. Всем шалом, Таня Зуева. Доброе утро. Али Чудевич. Все. Значит, будем в таких... Как слышно меня? Напишите по десятибалльной шкале, как слышно. Как меня слышно по десятибалльной шкале? Шалом. Так, Лора Музыковская. Может, я сейчас найду какое-нибудь место? О, поспокойнее. Где? Секундочку. Сейчас я поищу, где потише. Да. Слушай, а скажи мне, где можно тихо сесть? Мне надо урок провести. Где можно урок провести? Может, библиотека открыта? А где сейчас тихо место? Мне нужно какое-то место тихое, где можно сесть и провести урок 20 минут. Не надо. Где можно? Может, библиотека? Сейчас вот, дорогие друзья. Сейчас я приду. Десять слышно меня? Так, так, так. И меня, и весь центр слышно хорошо. А может, я сяду на скамеечке? Я сяду на улице на скамеечке и проведу. Отлично. Так. Все. Сейчас я сяду на улице. Посмотрите, пожалуйста. Так. Все. Давайте вот так. Вот здесь я сейчас сяду. Все. Отлично. Итак, значит, всем еще раз доброе утро. Шавуатов. Шавуатов. И сегодня у нас будет такой на природе урок. Значит, мы сегодня изучаем Мишну. Мишну, которую сказал тоже Гилель. Можек и мясоруг наш смотрит. Значит, мы остановились на том. На том мы остановились, как Гилель в прошлой Мишне. Нам сказал, что будьте, как ученики Аарона. Будьте, как ученики Аарона. Любите мир. Авуки там давшили Аарону. Эвшалом в Эру Девшалом. Гоните за миром. Уэв это бреет. Любите бреет. Вы микрован ли тура. Это то, что мы изучили на прошлом уроке. Сегодня следующая Мишна. Следующая Мишна, ее тоже сказал Гилель. Напоминаю, Гилель был из царского рода. Из рода царя Давида. И он родился и жил в Вавилоне. В Бавеле. Потом он из Вавилона поднялся в землю Израиля. Поднялся он в землю Израиля. Шавуатов. И в земле Израиля он был учеником Шмай и Автальона. Которые были мудрецы главы предыдущего поколения. И вот он, значит, был он у них учеником. Потом были главы народа. Главные были Бнейптеера, братья. И была одна лоха закон, который они не знали. И они... Очень был какой-то сложный закон, связанный с Пейсахом. И они спросили, кто может, кто знает из мудрецов этот закон. Ну, как поступить в этом ситуации. И Гилель сказал, я знаю. Они говорят, вот этот человек, он мудрее, чем мы. И, значит, он должен быть главным мудрецом. И уступили ему, чтобы он стал глава поколения. Такой редкий случай, когда люди отказываются от величия. Это один из самых редких случаев, когда они увидели человека, который был более знающий, чем они. И уступили ему этот пост. И вот Гилель стал главным мудрецом. Насик, как царь, да. И он нам сказал, первое, чтобы мы были как ученики Аарона. А второе, он сказал, вот это Мишна мы сейчас выучим. Он сказал так. Он сказал, нагад шма, авад шме. Значит, потянулся, погнался за именем. Авад шме потерял имя. Удело Ясиф Михаил Кантусеевич, шалом. Удело Ясиф Исаев. И тот, кто не добавляет, у того закончится. Ведело Ялев ктала хаяф. И тот, кто не учит, не учит Тору. Ктала, это его надо присудить к смерти. Кто не учит Тору, он присуждается к смерти. И тот, кто пользуется короной, халав, это уйдет из этого мира. Давайте разберемся, что он сказал. Вообще, задают вопрос, почему он сказал эту Мишну на арамейском языке. Ведь в то время говорили, ну, то есть все остальные Мишнают написаны на лошонокодыш, на святом языке. На том языке, на котором написано Тора, на которой Бог давал Тору. Теперь, а почему же он сказал эту Мишну на арамейском языке? Как раз есть несколько вариантов ответа. Но первый вариант ответа такой. Что значит первая слова его? Нагад шма авад шме. Потянулся за именем, потерял имя. Значит, как только человек начинает гнаться за почетом, гнаться за тем, что вот давайте там, меня уважаете, я самый главный, я самый умный и так далее. То в этот момент, наоборот, он теряет свое имя. Наоборот, он теряет свое имя. Наоборот, люди начинают к нему хуже относиться. То есть тот, кто гонится за славой, то он теряет свое имя, теряет свое доброе имя. То есть он теряет уважение. И получается, что Елель, когда это говорил, он говорил, сразу он как бы начал говорить на простом языке. То есть на арамите, на арамейском языке говорили простые люди. На Алашонакодыш говорили мудрецы на святом языке. И он, когда сказал эту Мишну, что не гони за именем, да, не гони за именем, не гони за славой, он перешел на простой язык такой. Говорит, погнался за именем, потерял имя, да. Тот человек, который гонится за славой, есть такое известно тоже выражение, что Ародефа Кавод, тот, кто гонится за славой, кого-то от него убегает. Слава от него убегает. А тот, кто убегает от славы, слава гонится за ним. Так один услышал это, да. И пришел он к Хавицкайму, такой был мудрец, пришел задать ему вопрос. И говорит, скажите, пожалуйста, говорит, вот я уже много лет убегаю от славы, и как-то слава за мной не гонится. То есть я именно убегаю от нее, а слава за мной не гонится. А Хавицкайм говорит, так ты же все время бежишь к ней лицом, ты как бы все время смотришь, где же она, эта слава. Это то же самое, ты гонишься, только чуть по-другому. Значит, у каждого из нас вообще вот этот аспект слава, почет и так далее, он очень важен для человека. Значит, есть у людей стремление, там, если мы возьмем пирамида Маслоу, да, у человека есть сначала стремление удовлетворить все свои физиологические потребности. А потом, когда он уже удовлетворил физиологические потребности, у него есть потребность быть частью группы, а потом в этой группе у него потребность быть одним из лучших. То есть это уже, получается, на третьем месте, вот эта потребность в почете, да, у человека. Так вот, а как мы узнаем вообще, что значит гнаться за почетом, да, требовать себе уважения, спорить. Вот вы знаете, спорить это, это яркий пример того, что человек доказывает свое мнение, и это он гонится, ему важно, вот я сказал, я прав. То есть, а если кто-то доказывает, что я не прав, значит, он как будто бы, он меня этим самым унижает, да, мой почет. Есть известная тоже история, как один журналист приехал брать интервью у старожителя, очень у такого старожителя, там больше 100 лет дедушка. И он этому дедушке говорит, скажите, в чем секрет вашего, вашего долгожительства? А он говорит, вы знаете, говорит, я никогда и ни с тем не спорю вообще. Журналист говорит, да не может быть, ну что вы рассказываете, как можно никогда ни с тем не спорить? Дедушка такой говорит, ну, значит, не может быть, значит, не может быть, все. И решил не спорить и с журналистом тоже. Хорошо, да, всем привет. Теперь дальше. Следующее, что он сказал, удело я сиф и саев. И тот, кто не добавляет, у того закончится. Значит, здесь речь идет о человеке, который учит Тору. И он для себя подумал, ну, хорошо, я не буду гнаться за славу, я не хочу быть слишком умным. Зачем мне эти все уроки Торы, зачем мне учиться? Это же путь к славе, то есть, если я буду умным, это будет слава. Значит, чтобы не гнаться за славу, я не буду учиться. То есть, буду, значит, просто простым таким, неграмотным, буду таким простым очень, да? Говорит ему Елель, нет, говорит. Если ты не будешь добавлять, у тебя закончится и то, что было. То есть, в развитии нет остановки. Как только ты остановился, у тебя идет падение. Это очень интересная вещь, во всех видах развития так работает. У тебя сегодня, например, сегодня я пошел бегать, пробежал там 6,5 километров, но после долгого перерыва мне тяжело бежать. То есть, ну, что же, когда-то бежал 42 километра, когда-то бежал там полумарафон и 6 минут за километр. Это было когда-то. Если не добавлять, Исаев, тот, кто не добавляет, у того закончится. То есть, в развитии, в любом вещи, в учении нужно постоянно расти. И если ты растешь медленно, по чуть-чуть, ты будешь на месте, потому что естественный процесс идет распадания всего. А если ты идешь вверх, то тогда ты, если медленно идешь, ты остаешься на месте, а быстро идешь, продвигаешься. Третье, что сказал Елель, он сказал, А тот, кто вообще не учит Тору, он себя присуждает к смерти. Что это значит? Это значит, что человек, который не учит Тору, который не знает, чего Бог хочет от людей, не знает, что такое добро, что такое зло, что такое хорошо, что такое плохо. То есть, он сам выдумывает себе какую-то жизнь, берет какие-то... Вот я, например, сейчас книжку читаю интересную. Роман Гольман, привет. Я сейчас интересную книжку купил. Написал тоже какой-то Шапира, его фамилия, еврей какой-то, да? Книга называется «Жить без целей». И он продвигает такую интересную идею, да? То есть, как бы вся литература по развитию, она говорит, что нужно ставить цели. Нужно ставить цели, потому что без целей, как бы ты действуешь реактивно, и жизнь, она не та самая. Но, а этот Шапира доказывает в книжке, прям конкретно, как дважды два, что лучше жить без цели, представляете? Значит, что получается? Человек все время живет в какой-то идеологии. Каждый из нас живет в какой-то идеологии, и эту идеологию мы получаем все время из каких-то разных источников. Теперь все поставщики вот этих идеологий, как надо жить, что правильно, что красиво, что делать, что не делать и так далее. То есть, все поставщики этих идеологий не более, чем люди. И эти люди выдумывают каждой свою идеологию, какие-то системы, какие-то все. И другие люди, они начинают за этим гнаться, и ты все время думаешь, вот что важнее. Цели – гнаться за будущим или жить здесь и сейчас. Что важнее – быть эгоистом и больше получать или больше давать? То есть, человек все время в выборе. Так вот, есть Тора, которая идет от Бога. Бог передал Машей Робейну, мудрецы и так далее. Там все эти вопросы разобраны от кого? От хозяина мира. Не от кого-то, а от хозяина мира, создателя мира, который… Дэвид Ройпман, привет, сейчас покажу твою минору в конце урока. Всем покажу твою минору, я как раз сижу на нее смотрю. Которая самая большая минора в мире, электрическая. Хорошо. И вот, значит, я… Егелель сказал, тот, кто удалил яли вктала хаяф, тот, кто не учит Тору, он присуждает себя к смерти. Почему? Это как… Есть такая метафора. Человек, который не знает, как правильно жить, он похож на слепого, который в темноте идет по берегу реки. И, значит, по опасному обрыву. Смотрите, да, какая метафора. Человек, который не знает, у него нет света Торы, да, не знает, что правильно, что неправильно. Он как слепой. А почему это… Это метафора Рамхаля. А почему он сказал, что… Что он идет в темноте, потому что ему никто вокруг-то и помочь не может. Потому что если ты… У тебя нету своих правильных аксиом в голове, ты не знаешь, что такое хорошо, что такое плохо с точки зрения абсолютной истины, которая идет от Бога. То даже если кто-то тебе пытается помочь, ты не понимаешь, или он тебе помогает, или он тебе мешает. То есть, должны быть правильные установки. Тогда ты не слепой, и тогда ты не в темноте, потому что ты сможешь тогда определять, кто из людей по-настоящему делает тебе добро, а кто тебе приносит зло. То есть, еще раз, Елель сказал, Нагадшма Аватшме. Погнался за именем, потерял имя. Удело Йосиф Исаев. Тот, кто не добавляет к своему знанию, у того закончится. Удело Ялев Ктала Хаяф. Тот, кто не учит Тору, пересуждает себя к смерти. То есть, он реально… У меня вот, например, есть один друг еврей. Он не соблюдает заповеди, очень хороший человек, но он в каких-то живет идеологиях. Там Тони Робинс и какие-то Экхард Толли. То есть, он, в принципе, идеологии такие приятные, более-менее такие на ощупь, ну, как бы, хороший, да, Тони Робинс тот же. Он ничего плохого не продвигает. Вот, Экхард Толли вообще молодец. И он, значит, но он еврей же. Он же еврей. И он… На нем есть система обязанностей, которая прямо конкретно обязанности от Бога, да? Потому что евреи – это рабы для Бога. Бог нас вывел из Едипта и сказал, что вы будете народ священников. То есть, с евреями у Бога отдельная на протяжении всей истории отдельная, ну, идет отдельная, как бы, работа. Потому что евреи поклялись на Севенишма. Сделаем все, что ты сказал, даже не будем разбираться. Потом послушаем, что ты скажешь. То есть, евреи поклялись, евреи потомки мааминем, не мааминим, то есть, верующие сыновья верующих. Авраама вину за то, чтобы его потомки стали священниками. И в печку прыгал, и сына в жертву готов был принести и так далее. То есть, как бы, выбора нет. И вот, значит, он, этот мой друг еврей, он в субботу проводит одно мероприятие, которое он думал, что он был уверен, что это мероприятие в субботу принесет ему очень много денег. Он и до этого был миллионер, а должен был быть мультимиллионером. Ровно суббота, и он проводит там какое-то мероприятие, и у него рушится все. Весь бизнес рушится, все рушится вообще. Долги огромные, то есть, совершенно непредсказуемое последствие, ситуация, которая должна была его поднять, а она его разрушила. Почему? Суббота. Суббота. Нельзя в субботу делать? Нельзя. И, значит, но он, опять же, если это его приведет к Торе, тогда, я думаю, что все вернется, и деньги, и все. А если, как это сейчас недельная глава, которую мы учили, Беху Катай, если вы по моим законам будете идти, Бог говорит, будут благословения. А если нет, и идет перечисление. А если скажете, что случайно на вас пришли страдания, я в семь раз умножу. Скажете, еще раз случайно, еще в семь раз умножу. То есть, такая жизнь, все, это глава Беху Катай. Теперь и последнее, что сказал Елель в этой Мишне, он сказал так. Значит, тот, кто не учит, присуждает себя к смерти. И последнее он сказал вам, Миштамешбетага халав. Тот, кто пользуется короной, уйдет из этого мира. Вот тут мудрецы разошлись в мнениях, что значит пользоваться короной. Одни говорят, что пользоваться короной, это если ты мудрец Торы, то пользоваться этим для того, чтобы возвышаться над людьми. То есть, тогда оно как бы идет в одной концепции, в одной линии, что тот, кто пользуется своим званием мудреца Торы для извлечения каких-то личных выгод, то уйдет из этого мира. Но есть другое объяснение, но как бы вот мне ближе, это второе объяснение. Миштамешбетага. Тага это переводится кетер, это как корона, да. Тот, кто знает тайны Торы, вот были такие мудрецы, они знали там имя Всевышнего, есть такое имя, которое непроизносимо, там 72 букви на имя, то есть, они владели практической кабалой. То есть, они могли менять этот мир, соединяясь со Всевышним на каких-то там супервысотних уровнях, они прямо могли создавать там голема, это вот искусственный человек. Они, то есть, они могли делать, менять мир. И тот, кто пользуется вот этой короной, то есть, практической кабалой, для решения своих личных вопросов, то тот уйдет из этого мира, потому что Бог запретил. Есть известная история, как Раби Шиман Барьюхай сидел в пещере со своим сыном, сидели они 12 лет. И, значит, когда он вышел из пещеры, они там им открывали самые великие тайны Торы, и когда он вышел из пещеры, это Раби Шиман Барьюхай, которые потом записали его книгу Зоар, книга Зоар. И когда они вышли из пещеры, он увидел, как человек пашет, да, пашет на землю. И он говорит, как в этом мире, где есть Тора, где можно заниматься духовностью, соединяться со Всевышним, а он так тратит свою жизнь на пустоту. И он на него посмотрел, и сгорел этот мужик, который пахал землю. Просто сгорел, просто испепелил его. И тогда раздался небесный голос, и он говорит, слушай, это ему как бы от Бога идет, да? Я этот мир строил, не чтоб ты его ломал. Этот мир, он существовал и до тебя, и будет существовать после тебя. Ты не можешь его ломать и сделать его по-своему. То есть, все задумано, все продумано, все под контролем. Бог, значит, он, опять же, мы видим только маленький-маленький фрагментик мира. То есть, каждый человек живет не в мире, а каждый человек живет во фрагменте мира, который находится у него в голове. И мы не можем, мы не понимаем, что было до, что будет после. Мы не понимаем, вообще, что сейчас творится. Потому что, если в мире есть 200 стран, а у каждого из нас в голове есть хотя бы представление о 50 странах, то три четверти мира, вообще, мы даже не представляем, что он есть. То есть, он есть, но не в голове у обычного человека. Представляете? То есть, мы все живем в таком фрагменте, обрывке мира, да? И тем более, мы не знаем, что такое духовный мир, потому что духовный мир не воспринимается органами чувств. И органы чувств воспринимают только материальный мир, и мозг, он обрабатывает, как бы, картинки только материального мира. А на духовный мир у нас нету приема восприятия. Представляете? Поэтому, сказал Гилель, а Миштамеш Бетага Халав, тот, кто узнал и познал и зашел уже в этот верхний мир, ему Бог открыл тайны, он не может этими тайнами менять этот мир. То есть, в этом мире можно действовать только разрешенными способами. Что за разрешенные способы? Молитва, выполнение заповедей, учеба, учеба Торы и действия. Вот если мы будем учить Тору понимать, как работает, молиться, просить Бога именно напрямую, чтобы Бог учел наши пожелания, создавая следующие этапы, то все же идет с неба. Если мы будем делать заповеди, которые выполнять прям заповеди, Бог сказал делать, значит, надо делать. Тот, кто делает заповеди Бога, то Бог потом выполняет его пожелания. Все, мы поучили сейчас Тору, давайте сделаем три вывода, как написано в Перте, а вот что, тот, кто учит, чтобы обучать, тому с неба помогают учить и обучать. Тот, кто учит для того, чтобы делать, тому с неба помогают учить, обучать, запомнить и сделать. Поэтому, если вы сейчас сделаете три вывода и потом кого-то научите, то тогда все, что вы изучили, у вас останется. А если вы еще что-то сделаете после того, как вы прослушали урок, прям реально для себя сделаете вывод. Все, я сейчас встану, например, там, кто-то от филина денет, кто-то доброе дело сделает, кто-то еще что-то сделает, какую-то заповедь. Вообще идеально будет. Все, жду очень ваших комментариев, отзывов, комментарии, отзывы. Давайте напишите, что вам, какие выводы вы делаете. Пожалуйста, напишите в комментариях и поделитесь уроком с друзьями, знакомыми. Вот показываю вам минору. Давид Ройтман как раз спрашивал, как там моя минора поживает. Вот я сейчас показываю, сделал, он вот такую целую минору поставил. Видите? Шавуатов, Миша, шавуатов. Все. Смотрите, какая красивая минора. Все. Значит, видите, это есть такой замечательный человек, Давид Ройтман. И он вот такие вот красивые штуки делает. Все. Всем удачи и успехов. Будете в Москве, приезжайте в Жуковка. Очень хорошее место. На Шаббат здесь просто праздник вообще. Все. Удачи, успехов. Всем пока. Пока.